Зеленский парень Они получили, собственно говоря, того же самого парня, доброго, хорошего, который на сцене клоун, но только теперь он в короне Это была ошибка украинского народа, когда они все дружно побежали голосовать А почему они побежали дружно голосовать? Потому что народ уже давно аморфный Народ не понимает и, в принципе, даже и не хочет понимать, за что и за кого они голосуют Самое главное, чтобы другой А ведь другой, как он появляется другой? Его точно так же подсовывают народу, навязывают народу Красивую обертку сделают на старую конфетку В принципе, суть-то в чем она может поменяться? Абсолютно ни в чем Все правление всех наших бывших стран СССР То есть республик 15 республик, которые входили в общий СССР Так вот, все правление, оно авторитарное, тоталитарное Завязано все якобы на одну личность Конечно, там спецслужбы подпирают каждую такую личность Но деньги и спецслужбы делают тоже так же послушных баранов И если украинцы думали, что они выбирают Зеленского и он будет править на демократических принципах Но как может коррумпированная страна выдать, вдруг из себя выдавить президента нового, молодого, который будет некоррумпированный? Но не бывает такого? Страна-то полностью погрязла в коррупции, в преступлениях Откуда может взяться такой вот некоррумпированный человек? Всегда нужно смотреть реально на жизнь, которая вокруг нас Я накануне выборов Зеленского, то есть выборов в президенты Украины Я создала два видеофильма, где я говорю о том, что штаны Зеленского растут из Кремля Об этом он сам сказал Именно его слова я привожу в прямой речи, в эфире, как раз привожу в своем фильме Что его штаны растут из Кремля Конечно, вы можете возразить, стоит Коломойский за Зеленским И об этом тоже я говорила Но я говорила в другой форме Да, Коломойский стоит за Зеленским Да, Коломойский объявлял о том, что он потратит 50 миллионов долларов на такую компанию президентскую Где он может поставить своего президента Но Коломойский бизнесмен, и он умный, беня парень, сообразил А зачем тратить свои деньги, когда можно потратить деньги Кремля? И таки да, он потратил кремлевские деньги То есть, в любом случае, хоть через Беню Коломойского, хоть через напрямую Кремль Штаны Зеленского остаются расти из Кремля Ноги Зеленского или штаны Зеленского Нам уже это не важно И, конечно, сейчас на этапе, когда от Зеленского страна ждет каких-то действий Но там все совершенно по-другому Беня Коломойский решил продавать Украину Ну, логично, друзья Он заплатил за выборы Неважно, опять-таки, что он заплатил российским долларом Долларом, полученным из Кремля Поэтому я называю российский доллар В русской валюте российской никто денег не считает и не берет На политической платформе мира А раз страны-то разные, Украина и Россия, значит, это уже мировая платформа И поэтому здесь действует только доллар Поэтому Беня Коломойский, конечно, очень запросто решил все подчинить своему бизнесу А не чаянием народа Да зачем ему думать о том, о чем надеялся народ Зачем ему думать о демократии Нет, друзья, он не может думать о демократии Потому что для него это чистый бизнес Способ существования и принципы действия сегодняшнего режима Зеленского Это ложь, манипулирование, дезинформация Полное игнорирование интересов государства И презрение к собственному народу А зачем он будет любить свой народ Когда там бизнес и только бизнес И ничего личного, только бизнес Все действия режима Зеленского Сводятся к созданию информационных поводов Для отвлечения общественного внимания От реальных целей режима И сохранения возможностей их реализации При этом эти цели, да, ужасу просты Это бизнес, деньги и больше ничего И вот как написано в одной статье Именно это и определяет суть нынешнего шоу Под названием раскрытие дела Шеремета Разыгрываемое перед страной То есть уводят внимание народа От его собственных проблем Старым делом раскрытия дела Шеремета Никто никогда вам правды не скажет По делу Шеремета Но муссироваться это будет Чтобы отвлечь внимание народа Единственное, что отличает этот случай от предыдущих Четкая позиция на запугивание И криминализацию активной оппозиции Результаты управления Зеленского За все это время, как он стоит на посту президента Можно передать двумя словами Хаос и проблемы Но не политик он Он вообще человек Я даже не знаю Как можно было актера Прекрасного актера Хорошего Поставить вдруг политикам Но если только родственные связи О чем я говорила Также в своих роликах Родственные связи Решили все проблемы Его назначили только потому Что он член семьи Какой семьи, друзья? Я примерно вам уже говорила Сейчас речь не об этом А как раз о том Что сделал Зеленский И что сегодня стоит на повестке Дня Украины Зеленский стал фигурантом Вследствие того, что он не политик Абсолютный Что он мало что понимает И манипулирует Как пешкой на шахматной доске И его сдают, выбрасывают Снова ставят Ну потому что он не политик Он даже не может возразить Он отрабатывает свой пост Отрабатывает для Коломойского И поэтому Зеленский стал фигурантом Грандиознейшего скандала в США Угрожающего действующему Президенту Трампу Импичментом А Украине Потерей реального Единственного союзника В борьбе с Кем? С Россией Все же воюют Россия враг Россия враг Да, друзья Да, друзья Вот и получается Зеленский попал Под расследование Министерства юстиции США По поводу проверки Лоббистской деятельности На территории США Лиц и организаций Со статусом Нон-резидент В результате которой Всплыли Весьма Интересные факты Незаконного Финансирования Избирательной компании Самого Зеленского Зеленский стал фигурантом Дела Рассматриваемого Канцелярским судом Штата Делавер Дело Приватбанк Против Коломойского ИК В результате Неуклюжей попытки Дезинформировать Трюдо Фактически Прекращены Контакты С ближайшим И надежным Союзником Канадой Вот что делает Неумелый Президент Он Не профи Он Вообще Не политик Он актер Поэтому его можно Втащить В любую аферу Фактически Свернута программа Сотрудничества С МВФ Не в последнюю очередь Из-за продолжающегося Личного конфликта Коломойского С НБУ И даже Ожидаемая Встреча В нормандском Формате Превратилась В говорильню Пустую Говорильню Переговоры По газовому Транзиту Провалены По причине Позиции России Которая Считает Зеленского Удобной Мишенью Для давления И уверена Что достигнет Результат Без уступов Но конечно же Кремль Держит его За те самые Штаны Которые Растут из Кремля Вот что поменяла Украина На что Скажите Порошенко Друг Путина Который живет С ним На одной улице В испанском Курорте Ходят друг другу Чай пить Порошенко И Путин Не враги Они На людях На виду Могут быть врагами На самом деле Это друзья Но они Как бы Хотя бы Наравных Были Друзьями Теперь Украина Получила Зеленского А Зеленский Это Неровня Порошенко Зеленский Стоит Ниже Потому что Его штаны Растут из Кремля То есть Он Сам Растет из Кремля Друзья Но он Сам Оттуда Он То есть Получается Манипулируем Кремлем Но пока Украина Предпочитает Этого Не видеть У меня ролик О том Как Зеленский Съездил На Арабский Восток Совсем Недавно Когда разбился Самолет Украинской Компании Мало Зеленский Как раз Ездил Со своим Первым Помощником Ермак А он Посредник Между Кремлем И Зеленским То есть Он Язык И действие Кремля И вот Еще Соглашение О прекращении Огня Не выполняется Со стороны Российской Федерации Так считают В Украине Ежедневные Обстрелы Продолжаются Уносятся Жизни Украинских Воинов Вынужденных Предельно Ограничивать Себя В возможностях Огневого Ответа Друзья Но я уже Говорила о том Что это Война Она на руку Как Украине Так и России О жизнях Солдат Никто не думает Какая жизнь Когда деньги На кону стоят Да Каждая жизнь Сколько-то стоит Но они И делают Купил Продай И вот Как считают Политики Аналитики Внутри Украины Что внешнеполитическая Команда Зеленского Состоящая Из прямых Агентов Влияния России Фактически Парализовала Работу Министерства Иностранных дел Заменив Дипломатов Ермаками Пристайками Примкнувшими К ним Кулебами Вместо Системной Государственной Работы В этой сфере Зеленский Нанимает Все новые И новые Структуры Для лоббирования На западе Собственных Интересов Но ему же Понятно Что он долго Не просидит В этом кресле А если он Не просидит В этом кресле Ему нужно Куда-то себя Пристраивать И плюс ко всему Зеленский Теряет поддержку Собственной Партии Где формируемая Коломойским Группа Подконтрольных Депутатов Вполне может Заблокировать Голосование Даже по простому Большинству А формирование Органов власти По принципу Свой-чужой Привело к заполнению Органов Государственной Власти Откровенными Дилетантами Способными Лишь Создавать Очередные Рекламные Заявления Что хорошо Получается Надо сказать У них Выполнять Указания Зеленского И структурного Олигарха Коломойского Фотографироваться На столах Ездить На самокатах По кабинету Министров И конечно Клянчить Повышение Зарплаты Размер Который В десяток Раз превышает Пенсию Которые Эти Деятели Платят Своим Согражданам Основная Масса Наспех Принятых Законопроектов Нуждается В изменениях Которые Проводят В режиме Срочно Нужно Что приводит К очередным Экономическим Потерям И вопросам Правящую Партию Сотрясают Скандалы Всех Мастей От От Откровенно Коррупционных До Эротических Отсутствие Реакции Правоохранительных Органов Полное Игнорирование Фактов Оглашаемых Коррупционных И иных Нарушений Со стороны Правящей Партии Приводит К убеждению В явной Заангажированности Органов Правосудия Конечно Друзья У нас Авторитарные Режимы Во всех Наших Республиках Сестрах Авторитарные Режимы Которые Подчиняются Только Одному Управлению И Суды Все Службы Правоохранительные Подчиняются Только Им Как бы ни Были Они Неправы А кто Устанавливает Эту Правоту Только Лидер А лидер Выполняет Свои Обязательства Перед Коломойским Что Приводит К необходимости Экономических Преференций Этим Структурам Коломойского И Откровенному И Наглому Давлению На Структуры Государства Даже Получается С элементами Криминального Давления На Отдельных Представителей При этом Система Правоохранительных Органов Какая-то Бутафорная Ну Что в России То же самое Друзья Это все Выполняется Так же По одному Лекалу Вот есть Такая ситуация Есть лекала По которой Управляется Страна Украина Россия И любая Страна Которая Входила Раньше В Республики СССР Экономическая Ситуация В стране Катастрофична Страна Вошла В 2020 Год С совокупным Дефицитом Бюджета Больше 90 Миллиардов Гривен Даже При условии 100% Выполнения Доходной Части Бюджета Украину Ждет Сокращение Численности Занятых В бюджетной Сфере И рост Безработицы С резким Снижением Основного Уровня Социальных Программ Манипуляция Показателями Бюджета Это пустое Жонглирование Ничем не Основанными Цифрами Которые По итогам Года Окажутся Значительно Меньше Планируемого Планируемая Массовая Продажа Доходных Объектов Государственной Собственности Только Усугубит Ситуацию Планируемый рынок земли В варианте Полузакрытой Распродажи Нужным Людям Приведет К скупке Большей части Сельскохозяйственных Земель Группой Спекулянтов И как следствие Падение Производства Зерна И в следующие Один-два года По причине Необрабатываемости Или частичной Необрабатываемости Скупленной Земли Со всеми Вытекающими Отсюда Социальными И экономическими Последствиями Но власть Это Не остановит Тут Личный Интерес Зеленского Тут он Отчетен Подотчетен Перед Коломойским Земля Вся Предназначается Для скупки Коломойским Друзья Я вас поздравляю Украина Вот вы и получили Себе Человека Который Совершенно Непрофессионально Может управлять Страной Он может Он управляет Но не профессионал На что надеялась Украина Когда ставила Актера На пьедестал Страны И Выдрузила ему Корону Вы получили Актера В короне Я Таня Карацуба Сеидбургхан 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 Сеидбургхан